Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает Всемирный Центр Бнойно Бриту-Лам из города Герой Юрушалайма в широком, мегаполисном, я бы сказал, смысле этого слова. У нас сегодня уже 18-е Адара 5781. И я напоминаю вам, что мы знакомимся с Рамбомом. Рамбом, когда я говорю Рамбом, я имею в виду его великую и охватывающую работу, которая называется Мишне Туа. Ну, конечно, не ставим перед собой даже такой задачи охватить все, но некоторые очень важные, принципиальные и, главное, релевантные моменты для нас, для движения Бнойнах, мы, безусловно, стремимся затронуть. И я напоминаю вам, что мы говорили о разнице между пророчеством Муше и пророчеством других пророков. Об этом мы говорили. И сегодня, кого-то интересуется, это Ильхот Еседе Тура, то есть законы основ Тора, глава 8, сегодня Рамбом объяснит нам вещь, конечно, совершенно принципиальная, то есть это нужно для всех. Он хочет объяснить нам, почему, собственно говоря, мы верили, поверили Муше. Понимаете? То есть это не какой-то частный вопрос, да, там, где-то больше, где-то меньше, а это вопрос, который вообще стоит в основе всего нашего мировоззрения, то есть на чем основана еврейская вера. Она основана на Торе. Тора – это пророчество Муше. Вопрос, почему я должен этому доверять? Где доказательство истинности Торы, то есть того, что Всевышний дал ее, а не какие-то люди сочинили, пусть даже самые умные, пусть даже сам Муше. Я думаю, что если у Муше, допустим, было свободное время, наверное, и тут бы себе это представить, допустим, Муше ушел бы на пенсию, наверное, у него были бы какие-то свои мысли, которые было бы очень интересно почитать, ну, по крайней мере, я бы с удовольствием почитал бы, что он лично думает. Но, наверное, он бы такой книги не написал, потому что лично Муше не воспринимал себя как какое-то творческое начало, а как сугубый проводник. И вот насколько все это верно, это вопрос, который будет нас интересовать сегодня. Так как эта тема важная и принципиальная, мы сделаем. Но это кофе. Пуим прошел. Пишет Рамба. Мушер Абейну, мы, ему поверили Израиль, или в него, или ему поверили Израиль, не из-за тех знаков чудес, помните, которые он сделал. Почему? Потому что всякий, кто верит, то есть вера которого основана на всяком роде знаках, чудесах, есть в его сердце всегда сомнения. Почему? Потому что возможно, что человек сделал все эти знаки и фокусы колдовством. Понимаете? То есть человек приходит. Почему Рамба здесь поднял этот вопрос? Потому что мы обсуждали, потому что раз, когда Мушер пришел в Египет, то он там сделал соответствующие знамения и знаки. Там, помните, крокодилы всякие были, змеи и прочие вещи. И, казалось бы, на этом была построена Ашем дал ему эти знаки. И на этом построено было его доказательство. Но здесь Рамба говорит, нет, ты не думай, ты не думай, не на этом основано это все. Потому что, когда моя вера, доверие к человеку основано на каких-то сверхъестественных вещах, то всегда можно подумать, ну и что? Приведу вам пример. Пришел ко мне человек и говорит, слушай, Йона, мне Ашем сказал так-то и так-то. Я ему говорю, откуда я могу знать, он сказал тебе или не сказал. Он говорит, смотри, хочешь, я сейчас вот съем все стаканы, которые в твоем доме. И съедай все стаканы. Вряд ли это вызовет у меня положительную реакцию. Во-первых, потому что стаканы нужны. А во-вторых, ну и что, что он съел стаканы? Что это доказывает? Ну ладно, может он не съел стаканы, это еще нормально. А он их передвигает. Вот он куда не посмотрит дома, все двигается. Шкаф передвинулся. Не знаю, там стулья перешли на другое место. Или что-нибудь подобное. Что я могу сказать? Что это доказывает? Это ничего не доказывает, кроме того, что этот человек умеет глотать стаканы. Или умеет передвигать мебель взглядом. Или я не знаю, что еще. Но мало ли что. Ну и что? Это доказывает мне то, что Ашем его послал? Нет. Откуда я знаю, послал его Ашем или не послал? Поэтому всякого рода вот такие вещи, ну и что? Что они доказывают, кроме того, что передо мной человек, который умеет делать такие вещи? Один умеет. Для меня, например, человек, который решает какое-нибудь математическое уравнение или специалист по компьютерам, это вообще уже почти волшебник. Понимаете? Я его воспринимаю как некое сверхъестественное существо. Как вы это можете понять? Ну и что? Я знаю, вот у него есть такие способности. Вот он гигант мыслей, и я не знаю, что еще. Ну и что? Это доказывает, что то, что он говорит, это Ашем ему сказал. Ничего не доказывает. Даже если это пусть будет самый-самый праведный человек. Поэтому, говорит Рамбо, сами себе фокусы-покусы ничего не доказывают. И поэтому все вот эти знамения, которые... А вы спросите, а для чего Аштадам Мушэ сделал эти знамения в пустыне? Объясняет Рамбо? А, кстати, он сейчас не говорит о знамениях, которые были в Египте. Он говорит о чудесах, которые были в пустыне. А какие чудеса? А вот он там воду из скалы выбивал, или короха в землю проваливал, или что-нибудь еще такое. Смотри, что он говорит Рамбо. Здесь каждое слово – золото. Чудеса, которые сделал Мушэ в пустыне, не по необходимости их сделал, а не для того, чтобы привести доказательства своему пророчеству. Например, необходимо было утопить египтян, рассек море и утопил их. Необходило им было питание, спустил им мань. Не было воды, расколол им этот камень и вынул воду. Восстали против него община короха, проглотила их земля. И также все остальные чудеса. То есть, не думай, говорит, обратите внимание на принципиальную позицию иудаизма. Кстати, то же самое говорит и раб Иуда Леви в книге Кузыри. Это действительно, как говорит рабам, основы Торы, или ход Есудея Тора. То есть, на этом все построено. Наша вера не построена на том, что кто-то пришел, что-то сказал, или сделал какое-то чудо, или два чуда, или три чуда, или он двигает стаканы, или он опускает, я не знаю. Каждый может себе представить все, что он может. Нет, все это абсолютно ничего не доказывает. Абсолютно. То есть, например, если бы я увидел, что по слову Муше раскрывается земля и корот проваливается, это было бы, может быть, каким-то местным, конкретным доказательством его правоты. Но если бы не предшествовали этому доказательства серьезные, то мы могли бы подумать, смотри, Муше, он такой великий маг, да, супермаг. Берет и раскалывает землю. Ну, а что поделаешь? У каждого свои дела. Мы потом с вами видим Белама. Белама неизвестно, какие вещи делал. И что? А когда поверили в него, вот он момент, когда поверили в него, Маамад-гар-Синай, что такое Маамад-гар-Синай, это вот это вот Синайское откровение. То есть, когда мы стояли у горы Синай, когда Ашем раскрылся, что наши глаза видели, а не чужой. Наши уши слышали, а не другой огонь, и громы, и факелы. И он подходит к облаку, кто это он? Муше. И голос говорит ему. И мы слышим. Понимаете, это не то, что Муше пошел в облако, был там 40 дней, спустился и сказал, ребята, Ашем не сказал так-то и так-то. Ничего подобного. Мы слышали, Муше, Муше, иди скажи им так-то и так-то. И так он потом говорит в книге дворей Муше, когда вспоминает. Лицом к лицу, лицом к лицу говорил Ашем с вами. И сказанное, не с отцами вашими, заключил он союз этот. То есть вы, говорит Муше, вы все там были, и все это видели, и все это слышали. И откуда мы знаем, что вот это Синайское откровение – это единственное доказательство, пророчество, что оно действительно настоящее, и нет в нем сомнения, как сказано, и это здесь Рамбом цитирует книгу Шмот. «Вот я прихожу к тебе в гуще облака ради того, чтобы услышал народ, как я буду говорить с тобой, и так же в тебя поверили навечно». И здесь я, конечно, должен восстановить вам контекст. Речь идет о событиях, которые излагаются в книге Шмот, в момент, когда народ Израиля выходит. Выходят они, выходят, и приходят в место в Синайской пустыне. И ничего не предполагается. И тут Ашем говорит Муше, поднимись, скажи им так-то и так-то, и я буду у вас, вы будете мне народом выделенным. Сейчас мы с вами процитируем более точно. Полагаться на память, тем более после Пурима, абсолютно невозможно. Туда раба литганит. И вот мы открываем книгу и видим. И видим, и видим, это в главе Итро. Да, я не ошибаюсь. Да, в главе Итро. Смотрите, что здесь написано. Это книга Шмот, 19 июня. В месяц третий, по выходе сынов Израиля из страны Египет, в день этот, пришли в пустыню Синай, и двинулись из Рафидин, и пришли в пустыню Синай, и расположились в пустыне, и расположился там Израиль напротив горы. Кстати, мы сейчас увидим, как рано этот момент обсудим. Амуше поднялся к Илухим и возвал к нему Ашем с горы, сказать, так скажи дому Яакова и возвести сынам Израиля. Вы видели, что сделал я Египту, и поднял вас на крылья орлов и привел вас к себе. А сейчас, если, слушая, послушаете голоса моего, и хранить будете союз мой, и будете мне сокровищницей и всех народов, потому что мне вся земля, а вы будете мне царством коинов и народом выделенным. Эти слова, которые будешь говорить сынам Израиля. Что здесь происходит? Здесь происходит очень важная принципиальная вещь. Ведь мы с вами знаем, что сыны Израиля пошли за Мушея не потому, что у него красивые глаза, и даже не потому, что он сделал, помните эти чудеса в Египте доказать, а потому, что у них была традиция. Они знали от своих отцов, что Ашем пошлет человека, освободителя, который выведет их из Египта. Они только не знали, когда это точно произойдет и кто это будет. Когда пришел Мушея, они сказали, окей, вот это тот самый человек. Это подтверждает нашу традицию. То есть, когда Мушея пришел их освобождать из Египта, это не было для них чем-то неожиданным. Да, о, что такое произошло, какие-то новости. Нет. Давно все хотели, все ждали, всем этот Египет надоел, положение невыносимое, и хотя и были проблемы, там и с соломой и так далее, но в принципе сама вот эта миссия Мушея сомнений не вызывала. Как только он пришел и сказал, они его приняли. Это потом были проблемы. А вот здесь, когда они вышли из Египта, пошли за ним, и сразу и не все, скажем так, но здесь речь идет о чем-то новом. Будете хранить союз, вы будете мне сокровищницей, царством коинов, народом выдеренным. Эти вещи не имеют никакого, на данный момент для сынов Израиля, эти вещи не имели никакого подтверждения, основания в нашей традиции. То, что Ашем пошлет кого-либо, освободителя, чтобы нас освободить из Египта, вывезти, это мы знали, этого мы ждали. А вот то, что здесь какие-то еще дополнительные нагрузки идеологические, извините, об этом никакого разговора не было. Поэтому посмотрите, какова реакция сынов Израиля. «И пришел Муше и позвал старейшего народа и положил перед ними все слова эти, которые приказал ему Ашем. Так молоток, сокровищница, коины». Ответ народа поразительный по своей точности. И ответили весь народ вместе. И сказали, все, что говорил Ашем, сделаем. Когда я читал эти слова в первый раз, и, наверное, не только в первый раз, то у меня это создавало впечатление, что народ с энтузиазмом согласился на предложение Муше. Но если вы посмотрите, что пишет по этому проводу Раши, то вы удивитесь, что это полностью наоборот. Почему? Раши смотрят на их слова. И, кстати, то, что Раши прав, это очевидно из дальнейшего текста. Но даже здесь уже видно, что они сказали. Все, что говорил Ашем, сделаем. Это деликатная форма отказа. Все, что Ашем, сделаем, сказал, сделаем. Но мы же не знаем, что Ашем сказал. Это ты говоришь. То есть, согласно Раши, слова их были выражением недоверия. Они сказали, смотри, мы хотели бы поговорить с самим боссом. То, что ты нам привел вещи, которые мы знали и ждали. Бесседа, согласен. Но извини меня, ты нам какую-то новую идеологическую нагрузку пытаешься продать. Под это же дело? Извини. Извини, Муше, но вполне возможно, это твоя личная, пусть и замечательная, но твоя личная идеология. Посмотрите, каков был ответ. И вернул Муше слова народа к Ашем. Сейчас мы с вами видим, что Всевышний понял слова народа именно так, как Раша объяснил. И вернул не туда. И сказал Ашем Муше, то есть, раз такое дело, вот, я прихожу к тебе в гуще облака ради того, чтобы услышал народ, как я разговариваю с тобой, и так же в тебя поверят навечно. И рассказал Муше слова народа Ашем. Это вот как раз то самое место, которое нам здесь приводит Рамбов. Рамбов говорит, вот это место, эти слова являются доказательством того, что все Синайское откровение, вы понимаете, все Синайское откровение имело единственную, ну, может быть, не единственную, но, скажем так, главную роль, главное назначение состояло в том, чтобы подтвердить миссию Муше, что он не только, ну, и заодно, что он вывел нас из Египта, не по своей инициативе, но это мы еще как-то воспринимали. А вот то, что Тора, которое дается нам здесь, дополнительная идеологическая нагрузка, универсальная функция Израиля в истории человечества, это все тоже не выдумал Муше, а это то, что ему сказал Ашем. Поэтому сейчас мы должны все это узнавать, доказать. И дальше действительно Ашем разговаривает с Муше, со всем Израилем, и это просто сказка. И это доказательство, что это не сказка, кстати. Теперь вы можете спросить, мы о Боге об Абасе говорили, я повторяюсь, но это вещи принципиальнейшие. То есть, если мы этого не понимаем, то тогда вообще о чем мы говорим? Люди могут сказать, Беседа, ваше замечательное доказательство истинности пророчества Муше, то есть Торы, строится на Синайском откровении, в котором действительно принимали участие широкие массы народа. Это не то, что разговор с какими-то избранными людьми в каком-то кабинете. Подизная, о чем мы не договаривались. Нет, тут никаких секретных приложений, здесь все на лицо. Но кто сказал, что само по себе Синайское откровение было? Ты докажи это. Может быть, ты Синайское откровение придумал, записал в книгу, и пожалуйста. Поэтому его истинность нужно доказать. А уж если ты докажешь истинность Синайского откровения, то тогда на этом можно строить доверие ко всей Торе Муше. Потому что там мы его проверяли, проверили, поверили, поехали дальше. И мы видим с вами, что действительно можно это доказать. Несколькими доказательствами. Например, то, что там происходило, происходило, это было формирующее, формирующее событие, как говорят, основополагающее событие в нашей национальной истории. Вне всякого сомнения. То есть, это не еще какое-то событие. Мало ли событие было в нашей истории. Но Синайское откровение, выход из Египта, Синайское откровение, это основополагающий момент событие нашей истории. И в этот момент народ уже существовал. И основополагающие события своей истории народ не выдумывает. Если бы наша вера строилась на тех событиях, которые происходили с нашими отцами, я имею в виду Авраама, Ицхака и Якова, то действительно она была бы сомнительной. Почему? Почему? Да потому что Авраам, Ицхак и Яков это были индивидуумы. И мне традиция говорит, смотри, вот Ашем открывался Аврааму, Ицхаку, Якову. Я говорю, да, они были великие люди, и Ашем, наверное, открывался. Но я не могу этого ни доказать, ни опровергнуть. То есть, даже если бы я это принял как основу, все равно бы сомнения закрадывались. Да пойди, знай, что там было. Ну, понятно, что Авраам, Ицхак и Яков великие люди. Но пойди, знай, что там было. И что называть пророчеством, и что там, и кто знает, и кто этот текст записывал. То есть, свидетелей-то ведь нет. Что Ашем разговаривал с Авраамом. Какие у тебя свидетели? Никаких. Что Ашем в Аврааме с Ицхаком. Никаких. Что Ашем в Аврааме с Яковом. Никаких. Поэтому все время меня бы грызло сомнение. Более того, вполне возможно. Хотя это тоже очень трудно, но допустим, ну ладно, я не буду это вставлять здесь. Но события, которые произошли со всем народом после того, как он уже сформировался, а ведь народ этот, ну не скажу, что еврейский народ, он многомиллионный, но я вам скажу, что из Египта вышло 2-3 миллиона человек. Если 600 тысяч только взрослых мужчин, то там было, наверное, миллиона 3. Причем, если взять еще египтян, то может быть 3-4 миллиона, поди знай. Трех миллионов, я думаю, достаточно. И весь этот народ был свидетельствием. Если бы этого не было или были бы какие-то другие события, то в нашей национальной традиции обязательно были бы другие версии. Например, люди говорили, смотрите, вот одна легенда говорит, что мы вышли из Египта, стояли у горы Сина. Другая говорит, нет, мы вообще шли, я не знаю, там вышли из Италии. А другая говорит, да нет, вот мы здесь тусовались вместе с канонейцами. Есть у интеллектуалов отдельных такие теории. Я читал такие теории. Но, во-первых, это отдельные интеллектуалы, которые к национальной традиции отношения не имеют. А во-вторых, никаких доказательств, кроме предположений, нет. Здесь мы имеем дело с национальной традицией, которая в народе Израиля живет на протяжении трех с половиной тысяч лет. То есть, как ни крути, но народ Израиля существует несколько тысяч лет. Никогда в нашей истории никакой альтернативной традиции по поводу выхода из... по поводу общего формирования нашего народа не было. И поэтому единственным национальным праздником по этому поводу является Песох, Шивот, Суккот. Вот это праздники выхода из Египта. Нет у нас каких-то других течений в иудаизме, которые бы несли другую традицию. Нет. Нет такого. Теперь, всякий, кто знаком с еврейским народом, хоть немножко, хоть понаслышке, знает, что национальной чертой еврейского народа является спор. То есть, евреи спорят постоянно по всем темам, по всем вопросам, которые являются гораздо менее важными, чем, например, Синайские откровения. То есть, это вещь, которая просто в характере. Почему? Потому что евреи всегда хотят выяснить правду со всех сторон. И если бы здесь что-то было бы сомнительно с национальной точки зрения, с традицией, то, конечно, это было предметом национальных споров. Например, сколько у нас споров в истории было между домом Илеле и Шамая, между Хасидой, Литвой, и до сегодняшнего дня. Но в отношении выхода из Египта и Синайского откровения никаких споров нет. Казалось бы, да, вот это вот вещь. То есть, если бы здесь что-то было не то в нашей национальной традиции, был бы миллион тысяч споров и невозможно было бы это скрыть. Нет никакой другой национальной традиции. Нет никакого другого еврейского фольклора, кроме того, который построен на выходе из Египта и Синайском откровении. Поэтому даже те люди, которые не верят во все это, но все равно в праздник Песох и в праздник Шугут они каким-то образом отмечают вот эту национальную традицию, в которую они не верят. Другой нет. И поэтому народ не выдумывает свои основополагающие события своей истории с момента, когда он расформировал. И, кстати говоря, Рома, может быть, здесь, может быть, потом, он скажет об этом насчет Абрама и Цирка Якова. Это я у Рамбама взял. Он говорит, смотри, если бы традиция шла оттуда, мы бы не знали. Но так как мы проверили Муше у горы Синай, он с нами со всеми разговаривал, то теперь мы верим тому, что нам говорит Муше, а Муше рассказал нам, подтвердил нам все то, что происходило с нашими отцами. Согласитесь, это получило совсем другой статус. Поэтому, есть еще, кстати, одно обстоятельство. В древнем мире, если вы посмотрите на всю древнюю мифологию, то вы увидите, что всегда есть рассказы о том, как различного рода божества открывались людям, с ними разговаривают. Но вы не увидите ни одного такого эпоса, который бы говорил, что сам лично творец, лично экзистенциальный вот этот творец, слегка трансцендентный, после пули мы все путаем, трансцендентный творец, лично говорил с народом и объяснял ему, в какой день отдыхать и как уважать своих родителей. Такого нету, потому что для древнего человека такое было абсолютно невозможно представить. А то, что невозможно представить, невозможно и выдумать. Поэтому мы видим с вами, что Синайское откровение выдумать невозможно, оно было революционным. После того, как оно произошло, мы понимаем, да, шеф разговаривает с людьми. Вот прям, творец, а до этого об этом никто не говорил. были всякие там божества, полулюди, полубоги, там, старшие, младшие, младшие, скажем так, командный состав. Это да, об этом много разговоров. Но чтобы сам творец, тот, кто сотворил весь мир, лично разговаривал с человеком, тем более со всем народом, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. и поэтому придумать то, чего невозможно было представить тоже нельзя. И так как Синайское откровение таким образом является истинным, а оно является единственным, обратите внимание, единственным доказательством истинности Торы, пророчества, Муше, то есть всей нашей веры, то на этом мы строим, этого можно доверять. То есть что я хочу подчеркнуть, кстати, очень похожие слова пишут Рабиуда и любви в книге Кузыря, что сыны Израиля испытывали Муше и проверяли его, делали это не по глупости, а по умности, потому что человек, который, приходит человек, на чем основаны религии разные, обычно всегда рассказ о том, что приходит человек один с харизмой и говорит, ребята, у меня было откровение, у меня было то, со мной разговаривал, творец, сказал, делаю так-то и так-то, все, народ идет за ним, группа товарищей за ним, или за ним, или за ним, или за ним. никто ничего не доказывает таким образом, чтобы он можно было проверить, понимаете, проверить, а то, что человек говорит, что ему открывался творец и так далее, и так далее, откуда я знаю, даже если он ему открывался, я не могу этого проверить, и поэтому это мне не обязывает, у нас такого не может быть, все проверено, потому что мы не можем строить свою жизнь на каких-то вещах, которые сомнительны, этого невозможно, это ты живешь все время с мыслью о том, а может, это на самом деле все ложь, а может, это неправда, эго-эго-эго-эго, давай проверим, если это проверено, это правда, живем поэтому, непроверено, неправда, красивый фольклор, читаем на ночь, рассказываем детям сказки братьев Грим, или мифы Древней Греции. Здесь серьезно, говорит Рамбов, здесь нужно проверить, и он пишет дальше, и получается, что что мы, то есть тех, кому Ашем послал Мушем, мы-то являемся его свидетелем, то есть, что я своими словами перескажу, с момента, когда мы проверили Мушем и услышали сами, как говорит Рамбов, уши наши, а не другие, глаза наши, как только мы это поняли и увидели и услышали, с этого момента мы верим Муше, и получается, что народ Израиля является коллективным свидетелем, что Муше это истинный пророк. Не нужны уже другие доказательства, у него суперсвидетельства. Поэтому, говорит Рамбов, вот это Синайское откровение, оно является моментом, с которого мы свидетельствуем о Муше сами. И поэтому не нуждается никаких чудесах и фокусов. А то, что сказал ему Всевышний в начале пророчества, а сейчас он возвращается в Египет, помните, когда Ашем послал Муше, он его послал к Израилу, сказал, я не поверю, сделай так, 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 крокодилов. А то, что он дал ему в начале вот эти знамения, знаки, чтобы сделать в работе Египте, я и сказал ему, припослушаются голоса твоего, знал Муше Робейну, что всякий, кто верит, вот согласно чудесам, есть в его сердце сомнения и мысли разные, то есть, может быть, да, может быть, нет, и он не хотел идти, обратите внимание, это очень интересно, Робейн говорит, почему Муше не хотел идти, да потому, что он чувствовал, что вот эти, он понимал, что вот эти чудеса, которые Ашем ему дают доказательства, не являются на самом деле доказательными, и он сказал, они не поверят мне, интересное объяснение, почему Муше не хотел идти, пока не сообщил ему, а почему же он пошел, слушайте внимательно, это очень важные вещи, принципиальнейшие, пока не сообщил ему Ашем, что эти чудеса, они не являются доказательными, пока не выйдут из Египта, а после того, как выйдут из Египта и встанут у горы Синай удалиться всякое сомнение, которое было, то есть, Рамо говорит, смотри, так как народ был в Египте подвержен египетской ментальности, поэтому эти чудеса с крокодилами на него действовали, но на самом деле это не может быть серьезным доказательством, и поэтому серьезные доказательства может быть только после того, как они вышли из Египта и у горы Синай, вот здесь есть доказательства, и откуда Муша знал, что это будет, смотрите, что «Да я даю тебе знак, что они будут знать, что я послал тебе в начале, истинно в начале, и не останется в их сердце сомнения, и это то, что он сказал, посмотрите, и это тебе знак, что я послал тебя, как в чем знак, что я послал тебя, это еще он ему в Медьяне говорил, не в Медьяне, а у горы Синай, когда уговаривал Муша пойти, посмотрите, «Когда ты выведешь народ из Египта, будете служить Элухим на этой горе». Как понимает Рамбам эти слова? «Знай», вот про это здесь написано, это тебе знак, «Знай», говорит Ашем, Муша, «Ты идешь сейчас в Египет, они там, конечно, по ушам в египетской ментальности погрязли, и поэтому в качестве доказательства использую обычные египетские штучки-дрючки, посоха крокодила, крокодила в змея, это произведет на них впечатление». Окей, «Ну, конечно, говорит Ашем, это не является доказательством настоящим, а где они по-настоящему поверят тебе, где они по-настоящему получат эти доказательства, они получат их у горы Синай. Я тебя приведу, и я подтвердю тебя». То есть, мы видим, как Синайское откровение в качестве доказательства истинности пророчества Муша и всей его миссии было заранее запланировано. «Получается, говорит Рамбом, что всякий пророк, который встанет за Муша, то есть, после Муши Робейну, мы ему верим не из-за тех чудес, которые он сделает, чтобы мы сказали, что раз он сделает такую вещь, мы ему поверим все, что он говорит, а потому, что митсвана от Муши, чтобы мы так его проверяли. То есть, Муши сказал, ребята, я вам даю определенные критерии проверки пророков, которые будут после меня. Так-то, так-то его испытываете. И если он отвечает этим требованиям, пожалуйста, его слушайте. То есть, мы слушаем, потому что мы слушаем всем последующим пророкам, потому что Муши сказал нам, согласно каким критериям. Их нужно проверять. И поэтому так же, как Муши приказал нам делать решение по двум свидетельствам в суде, так же и в истории с пророками. Он сказал нам, пусть он сделает так, верьте, не сделает так, не верьте. Только потому что Муши сказал, откуда мы знаем нас со 100%. Правда, мы потом увидим с вами, что есть очень много критериев и проверок пророка, но все равно все эти критерии проверки, если он выдержал, мы ему верим не потому, что мы его стопроцентно проверили, откуда мы можем знать, а потому что Муши сказал, что если такие-то критерии будут выполнены, верьте. А Муши источник нашего доверия, а его мы проверяли так, как не проверяли никогда и никого в истории. Поэтому, если встал пророк и сделал чудеса и великие знамения и хотел отрицать пророчество Муши Робей, то есть он человек пришел там, сдвинул горы и сказал, видите, я великий пророк, Тура Муши отменяется или пересматривается или что еще. Не-не-не, мы его не слушаем, потому что мы знаем точно, что эти чудеса он сделал с помощью колдовства, потому что пророчество Муши, оно не основано на колдовстве, чтобы мы сравнивали эти его знамения с этими, а потому что почему мы Муши верим, не из-за фокусов, а из-за того, что глаза наши видели и уши наши слышали, как слышал он. На что это похоже, говорит, Трампом, на свидетелей, которые свидетельствуют о человеке что-либо, что он видел своими глазами то, что он не видел, что человек не верит им, даже кто-то придет и скажет, смотри, мы видели, как ты стоял там-то и сделал то-то и то-то. Я говорю, ребята, вы врете, потому что я знаю, что я там не был, этого не видел, я знаю точно, что вы лже-свидетели. Поэтому сказала Тура, что если придет исполнится чудо или знамение, не слушай слов того пророка, который будет отрицать Туру Муше или изменять там всякие варианты, потому что это то, что он тебе сделал знамение и чудеса, отрицать то, что видели глаза твои, то есть как он может мне с помощью фокусов доказать, что я видел неправильно. Поэтому и поэтому мы не верим этим знамением, проверкам, которые делают пророки, только потому, что Муше им сказал. И поэтому мы не можем припринять никакой фокус-фокус, который потребует или будет использован для отрицания пророчества Муше, которое мы видели и которое мы слышали. Я проясню, это немножко не совсем понятно. Если, почему мы слушаем пророка? Он сделал все то, что Муше сказал, сделать и проверили его. Но если даже пророк сделал все те вещи, которые Муше говорил и при этом отрицает Тору Муше его пророчества, мы ему не верим, потому что Муше мы проверяли так, как никого не проверяли. И уж точно его мы таким образом не проверяли. Поэтому Муше и Синайское откровение являются основой нашей веры. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пришло время. Окей, есть вопросы, все понятно, мамаш, все понятно, прям так, все понятно. Окей, раз все понятно, тогда до следующих встреч. Вообще, на мой взгляд, весь народ молчит, я позволю себе одно. Как я знал, что НАТО обязательно нас выручил. Все-таки как бы звучит это как бы так, ну, не сильно убедительно, хорошо? Вырази. Знаешь, сводить, у нас не знание общества силы, как бы проводить параллели, говорить, что дарование Торрент научно доказанный факт на том основании, а можете ли вы себе представить? вообще, можете себе представить? Потоп это научный факт? Был потоп? Грита метафора. Смомулировать вопрос наиболее ясным для меня. Говорю, есть вещи, которые в Торе, которые нельзя сказать, что-то научно обоснованный факт. Я привел, есть три вещи, которые можно разобрать. Створение Адамовой и Евы и райский сад, второе потоп и третье дарование Торы. Исторически доказать невозможно. Дарование Торы, Синайское откровение доказать невозможно? Точно так как выход из Египта. Нет никаких, есть никаких научных доказаний, никаких свидетельств письменных, никакими археологами, никаких записей египетских. Выход из Египта нигде не указан. Есть только одно доказательство, а именно скрупулезное соблюдение и время на протяжении многих столетий. Да, это действительно. То доказательство, которое я привел, оно не является археологическим или каким-то еще. Мы имеем дело с многотысячелетней национальной традицией многомиллионных, ну, не много, но миллионного, скажем, несколько миллионного народа, который известен, во-первых, тем, не знаю, тот народ, который, еврейский народ, который я знаю, известен невероятной склонностью подвергать все сомнению и спорить по темам, которые даже в сомнении не идут. Прости, ну, послушай, миллиарды христиан верят в то, что решение Я еще не договорил. Ну, что? Это тоже что-то доказывает? Ты меня прерываешь. А, окей. И народ-то известен, своей скромностью к спорам и подвержениям сомнению каждой детали. И поэтому, если бы Синайское откровение не было бы или бы оно вызывало сомнение, в еврейском народе обязательно были бы другие версии. Я имею в виду другие народные версии, традиционные версии. А есть там пять, шесть, пять рассказов о возникновении Рима шесть или семь. И это является частью римской традиции. Мы видим, что в нашей многотысячелетней традиции нет никакого другого варианта. Более того, если действительно ты посмотришь на древнюю мифологию, ты увидишь, что мысль о том, что лично творец разговаривает с человеком, тем более со всем народом, была абсолютно неприемлема. И поэтому выдумать то, что невозможно себе представить, невозможно. Это сегодня нам кажется само собой разумеющимся. Кому само собой разумеющимся. И по этим причинам я считаю, что доказать существование истины Синайского откровения очень даже можно. Я не знаю, может, кого-то не убеждает. Но важно, что это как бы ты понимаешь, что с точки зрения науки, если мы говорим про науку вообще, если мы говорим как бы в этом дисплее, это вообще не доказательство, понимаешь, о том, что это доказательство от противоположного. А можете ли вы себе представить, что евреи соблюдали бы два тысячелетия, если бы это было неправильно, то есть как бы это вопрос на вопрос. Но я тебе говорю, по-моему, такая же логика, как говорить. Я не знаю, миллиард или сколько христиан. Они убеждены в том, что Христос воскрес. я тебе сейчас объясню. Насчет воскресения я тебе сейчас объясню. Дело в том, что объясним. Но все сейчас все выясним. А христианская традиция многотысячелетняя безусловно доказывает существование первых христианских общин. Потому что вся эта традиция, разумеется, откуда-то пошла. Но то, на чем основана христианская вера, недоказуемо. Потому что они говорят, что вот кто-то пришел, кто-то кому-то сказал, кто-то сделал, кто это видел, небо разверзло или что-то еще. Секундочку, секундочку, не перебивай, пожалуйста. И поэтому это вещь, которую не опровергнуть и не доказать. И поэтому я даже привел некое даже сравнение, что если бы наша вера была основана, наша еврейская вера была основана на событиях, на рассказах, о наших отцах, я имею в виду Авраам, Авину, Ицхак, Авину, Яков, Авину, то тогда бы она была сомнительной, потому что они были безусловно великими людьми. Кстати говоря, если бы наша традиция была на этом основана, я лично не сомневался бы, что такие люди были. Но потому что не выдумывает народ своих отцов. но то, что они были, я не мог бы никогда доказать, что Ашем с ними разговаривал. Откуда я знаю, Ашем разговаривал с Авраамом или нет? Меня там не было, свидетелей не было, ни Авраам, ни Ицхак, ни Яков, и свидетелей там не было. Понимаете? А вот когда речь идет о национальной традиции, когда многомиллионный народ, ну не много, но миллионный народ, два-три миллиона человек рассказывают о том, что они стояли и Ашем с ним разговаривал и нет никаких альтернативных версий, вот это национальная версия. Секундочку. 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 Ты повторяешь это. Я слышал про альтернативные версии. Это единственный аргумент альтернативных версий. Ты не у тебя терпения выслушать меня. Но может быть у других будет терпеть. И вот для меня, я говорю про себя, для меня, для меня национальная традиция народа Израиля многотысячелетняя, которая настолько все выясняет, проверяет и спорит. И вдруг такое событие, не то что там школа и леле, или шамая. Не то что там это сказал, не сказал там. О Кабале шли споры до самого последнего времени. Да чего только нету спора. Выясняют, это сказал это не Раш, это не его пируш, это не его книга. А Синайское откровение Рибунаш Основа основ национального этуса. Поэтому нет никакого спора. Нет никакой никакой я не знаю там ничего другого нету. нету. Набери в гугле и ты увидишь кучи споров. Почему нет спора? Секунду, 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 секунду. Я понял. Я еще не закончил. у меня море во имени. Так вот, в момент, когда для меня, вот когда я вижу эту непрерывную национальную традицию такого народа, как народ Израиля, хотя не только я и у другого народа воспринял бы эти вещи. Как Рафшарка всегда приводит пример, то, что была Троянская война. Даже если бы ученые этого не доказали, не нашли, я не знаю, там, чего они нашли, я бы в это верил, потому что это национальная традиция вот этого греческого афинского народа. Они не выдумывают таких вещей. Тем более, тем более, тем более, тем более, такая вещь, как Синайская Откровение. Для меня национальная традиция настолько мощная, что является доказательством. Если бы, приходит человек и говорит, смотри, все было не так, я готов его выслушать, но его доказательства должны быть настолько весомыми, чтобы опровергнуть такую национальную традицию, я думаю, это не было так. Я думаю, я думаю, я не чтобы я не не чтобы это дискуссия. для меня является убедительным доказательством, потому что она национальная, не индивидуальная. Есть у нас еще замечания, предложения? Да, у меня вопрос. А вот на самом деле на самом деле есть ли смысл настолько подвергать тезис, который Рафьёна и веру в то, что Маше Робейну и его веру в том, что он даровал откровенности, даровал Тору. Есть ли смысл вообще с точки зрения науки это проверять? Это все-таки как бы как Натан правильно сказал, возможно это нельзя с точки зрения науки доказать? Можно только в сфере традиции народной? Если много миллионов людей верится в это, то не является ли это уже фактом того, что это правда? Смотрите, все нужно проверять. Если бы это был какой-то интересный фольклор, например, в свое время были размышления и споры по поводу того, был ли Шекспир, не было Шекспира, написал тот или нет. Ну, какая мне разница, был Шекспир или нет? Вот есть произведение, написано, и об этом можно спорить, можно не спорить. Моя жизнь на этом не построена. Понимаете? Даже если Шекспира не было Шекспира, окей, беседа, я поехал дальше. Но когда мы строим, я буду говорить про себя, когда я строю всю свою жизнь, все свое мировоззрение, все свои ценности на чем-то, и я этого не проверяю, и я не кому-то внешнему должен это доказать и объяснить, я себе должен объяснить. Если я этого не проверю, то я глупец, скажем так. И поэтому в книге Кузыри говорит, что то, что народ Израиля испытывал Моше, это не по глупости они делали, а потому что они были настоящими и копали, и копали, и докопались правду. Если бы сыны Израиля там не устроили вот этой проверки, то Ашем бы с ними не разговаривал. И на всю жизнь у нас бы сомнение было бы. И я бы не мог этого сомнения никак решить. Понимаете? Было, не было, правильно, неправильно, говорил, не говорил, в какой степени? 0,1, 99, сотых. Я знаю. понимаете? Это как все опросы общественного мнения. Сегодня так, завтра так. Я не могу строить на этом свою жизнь. Это слишком серьезно. лично мне так кажется. Я только хочу кто сейчас говорил Сергей да мне тоже я в таком направлении тоже мне кажется самое сильное доказательство это в том, что это работает. Это самый сильный аргумент в том, что это работает. То есть в моих глазах основа иудаизма это разговор со Всевышним через соблюдение заповедей. есть понятно, что в том явлении, которое в традиции называется Синайское откровение было получение законов, было получение заповедей. И то, что традиция как бы соблюдает перенос этих заповедей, их свободное обсуждение и так дальше, и то, что это работает, вот для меня самая сильная как бы аргумент. Но честно говоря, аргумент того, что вышло 600 тысяч, стояло там 2-3-4, но это вообще детский сад. То есть тот, кто видел фотографии того, что подразумевается под Синайским горой Синой, никакие 2-3 миллиона там стоять не могут. Реально невозможно себе представить, 600 тысяч человек, они пили из колодца, например. 600 человек не могут пить из одного колодца. Так что есть многие вещи, которые, ну как бы нельзя сказать, что они научные, потому что скорее всего это не так. Но на мой взгляд действительно самый главный аргумент, что были получены заповеди и был получен механизм их переноса и их соблюдения и обсуждения. то есть письменная и устная тора. И это работает. Вот на мой взгляд это главный аргумент. Все остальное на мой взгляд только принижает как бы пафос. Мне так кажется. Это аргументы Натана, а я хотел сегодня объяснить аргументы Рамбова. Окей? И есть еще у нас какие-то вопросы? Я просто из вашего объяснения так понял для себя, правильно вообще я понял, то есть вы для себя в итоге решили проведя проверку всевозможную опять же для себя вы решили что вот это правда это правильно это подтверждается с вашей точки зрения всеми обстоятельствами фактами которые вы собрали и вы соответственно строите на вот этих внутренних понятиях дальнейшей жизни правильно? Да. Это ничему не противоречит что Инатан говорит что вы говорите. на мой взгляд Я здесь я хочу объяснить я здесь сегодня для того чтобы изложить свои личные какие-то искания мне хотелось бы продемонстрировать аргументы Рамбома что он говорит они вот я вот с ними как-то согласен мне кажется что они весьма основательны и они основные понимаете здесь есть доказательства видим что Рамбом не оставляет это в тумане господа и дамы мы остановимся на этом окей тогда до следующих встреч в эфире всем счастливого пока спасибо пока спасибо пока пока